Привет, друзья. Ну вот это письмо просто не могу не прочитать. Здравствуйте, Хосе Магомедович. Мой близкий и хороший друг посоветовал мне познакомиться с вашим методом, как в трудную безвыходную стрессовую ситуацию привести себя в порядок. У меня заработал мозг, у меня открылись глаза, я стал слышать, что хотят донести до меня люди. У меня обнаружили карциному, по-народному рак. В первые дни я была в шоке, паника, я была в растерянности и не знала, что мне делать. Я была в ужасной депрессии, мне не хотелось жить в прямом смысле. Так продолжалось два месяца, я не хотела никого слышать, но мой близкий человек прислал мне ваш сайт, я два дня знакомилась, я стала жить в интернете, наверное, да. Я снова хочу жить, бороться за себя, у меня появились силы. Спасибо вам, что вы есть, за ваш труд, здоровье вам на многие лета. Имя не буду читать без согласования. Ну, у меня такое правило, я никогда, кто бы мне чего не писал. И когда мы вебинар какой-то проводим, кто не хочет говорить в своем имени, и кто не хочет там делиться своими интимными подробностями, не обязан это делать. Просто в Zoom выходят, задают вопросы. Там формат такой, где я могу давать развернутые ответы. И вот сейчас будет вебинар у нас 25-го числа февраля, в 20 часов. Приготовьте, пожалуйста, Zoom. У кого это нет, ну, нажмите там. Кто не знает, как сделать Zoom, в Google напишите, как устроить себе Zoom. Ну, пожалуйста, это достаточно просто. А там выходите и говорите в общем смысле. Не обязательно там говорить о своих каких-то личных там проблемах, там каких-то. Это не обязательно. У меня этот ключ, там приемы такие, которые помогают снимать стресс автоматически. Автоматически. Это очень важно. Почему я провожу и бесплатные ликбезы, и эти вебинары провожу, и каждый вебинар стоит для тех, кто участники входят, оплачивают всего тысячу рублей, чтобы получить уникальный контент, чтобы научиться. И вся школа смотрит, обучается, и люди там из разных стран делятся опытом между собой. Это очень полезно для каждого, потому что каждый может подобрать именно свои приемы, а сам подбор этих приемов, он развивает творческое мышление, интуицию, креативность. Но мне иногда задают вопрос, а почему вы... Ключ-ключ, а почему вот столько об этом книг пишете, почему столько проводите ликбезов, столько проводите вебинаров, почему сайт у вас стрессу и ХСРУ. Ну, ключ же, если он такой метод простой, но взял и пользуешься. Ну да, конечно, он простой в сравнении со всеми существующими в мире методами подобного рода. Он сразу помогает человеку подобрать свои приемы и одновременно развивать творческое мышление и изобретательские качества. Он в сравнении простой, а не потому, что вот мне кто-то написал, вы пишете, что это самые простые действия, которые человек может сделать. Дайте мне их. Ну, и же подобрать себе надо эти простые действия. А почему простой метод? Именно потому, что смотрите в ролике под описание, смотрите, там написано, что ключевые приемы построены на основе ваших собственных инстинктивных действий, которые вы иногда невольно делаете для того, чтобы сбросить напряжение и выйти на творческое состояние. Именно поэтому они простые. Именно поэтому, потому что ваша природа так устроена, как и моя. У нас у всех одинаковая природа, организмы и устройства мозга. Кто бы мы ни были, какой бы мы ни были, географии, национальности, культурной или религиозной принадлежности, или атеисты, или таксисты, или министры, или штандисты, неважно. Они простые, действительно. Человек их непроизвольно, всегда сам делает, но просто никогда не отдает себе в этом отчет. А вот смотрите, такой пример. Все видели, что когда человек нервничает, ходит туда-сюда по комнате. Ну, какой вывод из этого был сделан? Никто никакого вывода не сделал. Просто назвали это нервными движениями. А я сделал вывод. Потому что я вот недавно получил записочку, да, действительно, свет в глазах смотрящего. Да. Какие выводы мы делаем? Я из этих инстинктивных движений, которые человек делает, и ходит туда-сюда по комнате, и ногой качает, и на кресле крутится там, и прочее пальцами стучит, сделал выводы. И вот эти выводы я осознал, которые я делюсь с вами. И вы, когда смотрите на эти примеры, на эти аналогии, начинаете понимать, как устроен мозг, да, и как выходить из стрессового состояния, и как использовать энергию напряжения, стрессы в собственных целях. Из выживания в созидание, в творчество, развиваться как личность, да, снимать страхи, побеждать, это для молодежи очень важно, наука побеждать, наука побеждать, да, на соревнованиях побеждать, там, себя побеждать, потому что самая высокая победа, это победа над собой. Смотрите сайт ХСРУ, там есть как раз всякие победы над собой, там очень много разных людей, которые такие вот делали, и штурм глубины, делал Дмитрий Беленко, который без рук и без ног, и многие, многие там, и самый сильный человек, который, ну там очень много интересного, так что смотрите, друзья, до встречи.